Где заправляетесь? Чьи машины? Кто их чинит? Вопросов к участникам экспедиции было не меньше, чем у них самих, к старожилам. Машины ГАЗ-М20 раритетные, вызывают ностальгии у свидетелей войны. Тем более и название соответствующее – «Победа». Автомобилям более 60 лет. И прежде чем отправиться в экспедицию, даже сейчас по Югре, участники заручились с технической поддержкой в дорогу. Кстати, чинили механизмы студенты Сургутского политехнического колледжа. При подъезде в Барсово оборвался ремень просто на одну из побед на генератор приводной. Все, ребята быстренько налетели, окружили, сделали буквально 10 минут, поехали дальше. В пробеге участвовал и ребенок войны Егор Кравчук из Федоровского, причем уже в шестой раз. Он купил свою «Победу» в 70-х годах у первого секретаря Сургутского горкома КПСС Василия Бахилова. Вернее сказать, поменялся на модную на тот момент «девятку». А мне с детства, я был еще студент, и у нас, я жил в Ташкенте, у нас председатель колхоза, ездил на «Победе», на полноприводной такой, как у меня. Она в это время у меня в голове, опа, я с тех пор, она мне понравилась. И до сих пор я, когда купил у Бахилова машину эту, я уже 26 лет рулю эту машину, и всегда мне исправлена машина. Но не всегда все так просто. В Федоровске экспедиция на запланированную встречу с ветеранами и детьми не попала. Победы задержались на ремонте в Ленторе. Здесь раритету ничего не предъявишь. Машина по кодовым названиям «Маэстро» под управлением Игоря Илыка проехала в различных экспедициях больше 40 тысяч километров. В апреле месяце, в рамках первого этапа, мы стартанули в Нижневартовске, проехали по территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, собрали колоссальный объем информации. В течение трех летних месяцев мы его упорядочили, создали раздаточный материал, такие брошюры о том, что мы видели, каково отношение людей за границей к нашим праздникам, к нашим общим праздникам. Ведь поведа ковалась одним и тем же народом, народом Советского Союза. Досели неведомых фактов нет, но очень приятно видеть, что ветераны нам очень рады. Наш приход для них буквально праздник. Они готовы нам рассказывать очень много. Но и брошюрами не ограничились. По итогам поездки уже готов фильм «Победа одна на всех». Автор и режиссер Ренат Халилулин. «Завод – не место для женщин и детей. Но в тылу оставались только они. И в дождь, и в слякоть, и в снег. Мы спешили на завод. Будучи детьми, мы быстро повзрослели. За каких-то пару месяцев пришла война». Премьера фильма состоится на канале «Сургут-24» 4 октября, сразу после вечернего выпуска программы «В центре событий». Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.